Шум и рёв этих железных коней слышен ещё за несколько километров. Это первые участники байкерского фестиваля. Виктор называет себя злым, потому что всегда оказывается впереди всех. У него не спортивный мотоцикл, но скорость развивает до 250 км в час. Первый раз лет 12 я сел на Яву, на старую Яву, 350 кубов, двухцилиндровую, и продолжил ездить до сегодняшнего дня, ни разу не останавливаясь. В 16 лет я получил свои права и начал ездить по Москве. До этого ездил по деревне. А этот мотоцикл уже давно сняли с производства, но его хозяин не расстаётся с ним ни на день. На конкурсе каждая деталь должна блестеть. И этот байк, хоть и старый, не должен уступать своим соперникам. Этот мотоцикл для меня очень уникален, потому что он был первым Харлеем в моей жизни. У него нет ветрового стекла, на него поэтому не очень удобно ехать. Поэтому если разгоняешь очень быстро, но почти стрелку кладёшь, тогда у тебя просто начинают на тарване. Поэтому для дальних поездок лучше выбирать другое, и у меня есть. А это пока тоже для города. Фестиваль соберёт 5000 участников. Сюда приедут не только со всей России, но и из Европы и Америки. Человек, приехавший сюда, никого не знаю, может уехать и обрести много друзей и близких по духу. Неважно, там у него есть мотоцикл, и главное то, что у него есть сердце. Но основное действие ожидается на сцене. Здесь выберут самого сильного и мускулистого байкера. На мероприятии нет фейс-контроля и дресс-кода. Здесь с порога испытывают выносливость. И это ждёт каждого участника. Помимо армрестлинга, зрители увидят и настоящие бои без правил. Десятки софитов, колонки, усилители звука. Выступления зарубежных рок-групп и танцевальных коллективов услышит вся округа. Будет живая музыка и самое, что на есть, байкерская музыка. Вот то, что нужно, и всем понравится, это точно. Сейчас здесь пока только поле, но уже завтра вся территория будет в палатках. Байкеры будут здесь жить в течение трёх дней. Диана Серази, Анатолий Харламов, Новости 360.